Человечество не перестает увеличивать производство материальных благ. Очень часто это имеет плохие последствия для природы. В последнее время многие компании предпочитают размещать свои заводы в развивающихся странах, не беспокоясь об экологичности производства. Но загрязняя природу, человек вредит сам себе. Загрязнение атмосферного воздуха является одним из главных факторов отрицательного влияния на здоровье населения. Работа заводов, выбросы автотранспорта, грязные улицы, мусор, пыль – всё это загрязняет атмосферу. Работа энергетических станций, автомобилей, самолетов приводит к повышению содержания углекислого газа в атмосфере. А это способствует повышению температуры воздуха на Земле на 1 градус. В будущем это может вызвать таяние льда в полярных зонах, и тогда уровень моря поднимется, что приведёт к наводнениям в одних местах и засухе в других. К тому же, ежегодно в мире примерно 3,7 миллионов человек умирает из-за загрязнения атмосферного воздуха. По данным Международного агентства по изучению рака, грязный воздух является главной причиной возникновения онкологических заболеваний. Человечество не может остановиться в своём развитии, ему нужна одежда, пища, транспорт и прочее. Всё это производится на фабриках и заводах, но нужно помнить, что их работа часто ведёт к загрязнению воздуха, воды и почвы. Используемые в сельском хозяйстве пестициды и гербициды, кроме пользы при неправильном их применении, могут привести к нарушению механизмов самоочищения грунта, а также отрицательно повлиять на здоровье людей, вызывая снижение защитных сил организма. Мелиоративные работы часто приводят к ухудшению качества почвы, а это в свою очередь ведёт к увеличению болезнетворных бактерий, которые могут вызвать аллергические и астматические заболевания у детей и вызвать проблемы со здоровьем у пожилых людей. Грунт имеет такую особенность. Он сбирает в себя радиоактивные вещества, которые сначала попадают на растения, потом на животных, мясо которых едят люди. Вырубка лесов тоже очень крупная экологическая проблема. Благодаря фотосинтезу леса дарят нам кислород для дыхания, поглощая при этом углекислый газ. Деревья защищают воздух от ядовитых газов, копоти и других загрязнений. Леса являются местами обитания многих животных. Это самые настоящие кладовые биологического разнообразия. Они участвуют в создании благоприятного для сельскохозяйственных растений микроклимата. Но как быть? Ведь люди берут от леса многое. Материалы для строительства, пищу, лекарства, сырьё для бумажной промышленности. А всё просто. Нужно своевременно возобновлять вырубленные леса. Одно срубленное дерево равно одному заново посаженному. Но не всё так плохо, как может показаться на первый взгляд. Государство понимает, что что-то с экологией не так и делает много чего для её улучшения. Например, взять транспортную отрасль, закупка трамваев, троллейбусов, автобусов, работающих на природном газе, поддержка разработки электромобилей, утверждение новых экологических стандартов. Но всё же этого мало для поддержания нормальной экологической обстановки. Россия находится на 32 месте в рейтинге стран по уровню экологии, что свидетельствует о том, что эта проблема также очень распространена и в других странах, то есть бороться с ней нужно всем миром. Как видите, деятельность человека приносит огромный вред природе, но она имеет особенность защищать себя, самоочищаться, иначе человек не смог бы выжить на земле. Можно долго агитировать человечество и беречь природу, но что делать, если это единственный выход из этой, казалось бы, безвыходной ситуации? Ведь защитные силы природы не безграничны, поэтому помните об этом и делайте всё, чтобы сберечь окружающий нас мир.